Народ, всем привет! По просьбам видео про Александра Алексеевича. На скидку взял ролик месячной давности и есть что прокомментировать. По вопросам оригинальных витаминов Балкана и Аспекса можно найти в комментариях, переходите по ссылке, там все без кидалово. Также, кому интересна тема фармакологии, канал на фарше, ссылочка в описании, также там будут ссылки на соцсети, добавляйтесь в друзья, не стесняйтесь. А вот рассказ от одного парня, занимается по интернету, но это рассказывает о современных тренерах, маркетинге и жертвах фитнес-индустрии. Основная причина, почему Александр Алексеевич зачитывает такого рода послания, метод коромысла. Кого-то сделать плохим, себя хорошим. Но на самом деле обстоят дела фитнес-индустрии не совсем хорошо, потому что я сам наблюдал тренеров, которые нету никакой систематизации, они гоняют человека по разным тренажерам, дают разные упражнения и, соответственно, человек уже самостоятельно тренироваться не может. Я вам зачитаю. Ходим с мамой на гольф, и там же, в гольф-клубе и спортзал, и работают там два супертренера по фитнесу, о которых вы в своих видео часто называете недоучившимися фитнес-пенниками. Называю. В чем я с вами был согласен, всегда. На первый взгляд можно подумать, что это действительно какой-то талантливый преподаватель, который очень много знает и, соответственно, даст нам верную информацию. Этот человек начал свою деятельность на ютубе довольно давно, и он поверил в себя, что он может дать людям полезную информацию. На самом деле, имея какие-то просто поверхностные знания, это касается и восточных единоборств, и бодибилдинга. Оба тренера испанцы лет по 20-22, то есть уже все знают. Александр Алексеевич в редких случаях признает чей-то авторитет, кроме своего. В редких случаях это бывают люди, которых уже нет, либо медийные, которые не знают о существовании Александра Алексеевича. В 20 лет можно неплохо разбираться в фитнесе, это не такая сложная тема. Но в свои года они просто виртуозы. Нет, не по спорту. Просто по тупому выманиванию денег и убиванию здоровья людей. Вы знаете, у нас таких тоже полно, он весь интернет. Посмотрите, там, блин, 99% таких. Из этого следует, что Александр Алексеевич является авторитетом фитнес-индустрии и, соответственно, в эти 99% его канал не входит. Ну, давайте вернемся к его обучалкам. Вы встали в стойку. Не ждите, не становитесь в стойку. Бейте сразу вот так, бах, и вы в стойке. Подходит, вот вы видите, вот сейчас. Бах, все, вот, вот, вот. Бах, вот вторая рука аналогично сработала. Теперь вы уже в крепкой, хорошей стойке. Вот, отсюда уже можно бить дальше. Уже может идти колено. Может идти прямой удар. Такой или такой прямой удар, неважно. То есть вы не должны бить, например, в голову. Это должна быть именно работа на уровнях. Вы бьете два удара вверх, два удара вниз. Скажем, можете добавить ногой, локтем. Мне любопытно, что бы подумал про эту технику, к примеру, Костя Дзю или Магрэвер. Очевидно, что человек с возрастом теряет растяжку. Но банальный лоу-кик может ударить человек в любом возрасте, если у него все в порядке и он может передвигаться. А технику рук, она по большому счету, как вы поставили ее там в 20 лет, она такая у вас и осталась. Мастерство не пропьешь. Но этот человек утверждает то, что он авторитет фитнес-индустрии, а также считает себя авторитетом единоборства. Он просто ноль, на мой взгляд. Он деревянный полностью. Занимаемся с мамой в зале сегодня. Ребята, парень занимается с мамой. Молодец, достойно уважения. Если на самом деле существуют эти люди, которые пишут такие послания, у меня есть просто склонность, что Александр Алексеевич сам себе это все строчит, то, естественно, его надо похвалить. Даже просто так, потому что он занимается с мамой. И видим мужчину лет 55, который недавно начал ходить на занятия к одному из этих тренеров. Час с тренером стоит от, ребята, от 50 евро. От 50 и до. Чтобы вы поняли разницу в цене, соответственно, надо на этом сделать определенный акцент. 50 евро в час. А на моем сайте это намного дешевле. Вы перейдите по ссылочке, и, соответственно, я виртуально, или как это называется, дистанционно буду вас вести, и, соответственно, сделаю из вас баллон. Они там что-то между собой переговариваются, и я слышу, а этот тренер ему говорит, в зале вообще не важно, что и каким образом вы делаете. Главное, чтобы вас тянуло в зал снова и снова. То есть, плевать им, что вы делаете, плевать им, какой у вас результат, главное, чтобы вы пришли в зал и еще, в общем, заплатили залу деньги. И несмотря на то, что вы будете платить бешеные, 50 евро в час, результата вы один хуй не увидите. А вот здесь вот ссылочка есть. Переходите туда, там совершенно недорого, можно купить программку, по которой вы получите гарантированный результат. Посмотрите мои честные глаза. И запомните, самое главное, ни в коем случае нельзя делать одно упражнение больше, чем один подход. Вы видели мои программы? Там этих подходов в одном упражнении дохрена. Я сначала подумал, что мне это послышалось, решил понаблюдать за ними. Нет, не послышалось. Делают один подход на 6 повторений и все. То есть, ребята, все рассчитано на то, чтобы человек что-то делал, но результата не получил. Но у меня другие методики. Я делаю все, чтобы человек результат получил. Ребят, таких роликов на канале очень много. Где Александр Алексеевич достает листовщик. И неизвестно, что читает. И, кстати, те люди пишут. Вы обратили внимание, что Александр Алексеевич очень часто начинает свое видео «Вы знаете». То есть, вот эта фраза «Вы знаете», она встречается также и в этих текстах. О чем это говорит? Совпадение? Не думай. Я не вижу смысла продолжать дальше это видео, потому что там сплошной хейт каких-то людей непонятно, неизвестных. Выдуманных. Какие-то ценники космические. Хотя, я не знаю, может быть, действительно час тренировки в Европе стоит 50 евро. И, в общем, смысл видео в том, что я такой белый и пушистый. Обращайтесь ко мне за тренировками. Я сделаю из вас просто-напросто супермена. И это, конечно же, недорого. Также он там говорит о воспитании постсоветского пространства. Соответственно, про честность, справедливость. Где справедливость на вашем канале, Александр Алексеевич? Если вы доски, блядь, подпиливали. Чем вы только не занимались на своем канале, дабы себе придать значимости и, соответственно, проехать по ушам, найти каких-то новых клиентов. Вы думаете, я борец за справедливость? Нет. Меня попросили, я сделал. Я высказал свое мнение. Поддержите это видео лайком и напишите комментарий. Потому что комментарий тоже продвигает ролик. Можете сделать репост, я буду вам за это благодарен. Не забывайте про ссылки. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова